вы постоянно сталкиваетесь кризисными моментами как пройти этот кризис минимальными потерями возможно даже и стать какую-то выигрышную позицию кризис у вас будет всегда и он должен быть самое главное правило составление бизнес-плана это его нужно составить вас посадят в тюрьму когда вы вырастите потому что вы только приносите проблемы как же компания должна вести себя в момент кризиса или в год кризиса или на данный момент мы кстати приближаемся уже к отметке два года доказать просто себе и всему миру что вы можете это сделать ты никогда ничего в жизни не добьешься книга написана патрик б дэвидом а я кстати с ним лично знаком как вы провели свой 23 год по этим критериям по шкале от 1 до 10 насколько это большая сила иметь такого врага внутри себя был ли у вас план что вы хотели сделать за весь 23 год возможно вы хотели увеличить размер компании всех приветствую на канале all will tracking я денис панев ведущий этого канала и также совладелец транспортной компании all will tracking в америке ребята сегодня для тех кто впервые на нашем канале мы здесь говорим про грузоперевозки про бизнес в целом про разные жизненные ситуации в америке сегодня подниму одну тему которая очень часто за последний именно год-полтора когда у нас тяжелые времена в траковом бизнесе чаще всего поступает вопрос это что делать в кризисные времена как готовятся какие изменения делать в компании конечно же у каждого разные ситуации у кого-то один трак у кого-то еще его нет у кого-то 5 или 10 траков а у кого-то даже 50-100 траков это люди которые обращаются ко мне с вопросами и кстати по поводу вопросов опять же по вашей просьбе по просьбе многих моих подписчиков я наконец-то зарегистрировался на платформе где смогу давать консультации по ссылочке вы можете перейти зарегистрироваться на аппликейшене который называется минект и там задав мне вопрос вы можете гарантированно получить ответ и неважно какой это вопрос просто привет как дела либо конкретная ситуация с которой вы столкнулись вашей компании задавайте его в виде sms можете запросить чтобы я ответил в режиме видео сообщения или сделать со мной facetime звонок где мы с вами как минимум 15 минут поговорим и обсудим вашу ситуацию поэтому переходите регистрируйтесь и задавайте вопросы через аппликейшен минект хочу сразу сказать что это аппликейшен не для всех это только для тех людей которые ценят свое время и мое время я таких людей тоже ценю поэтому буду стараться ответить вам для того чтобы он помог вам в дальнейшем строить ваш бизнес и не имея каких-то преград которые могли были бы быть у вас а если бы не было такого человека как я который сможет вам ответить почти на все вопросы но вы можете жизненные вопросы тоже задавать это не только по бизнесу как дела поэтому переходите подписывайтесь задавайте вопросы многие из вас знают что я уже занимаюсь грузоперевозками более 15 лет в этом году это уже 16 лет и я действительно считаю свое мнение экспертным в этом направлении по поводу вопроса который мне последнее время часто задают по поводу кризиса и как пройти этот кризис минимальными потерями возможно даже и стать какую-то выигрышную позицию хочу сказать такую знаете небольшую свое видение этого то есть многие говорят вот сейчас кризис в том числе я говорю что сейчас кризис да много видео есть где я говорю про кризис но если вы посмотрите кто со мной давно тот знает а тот кто недавно если вы просмотрите предыдущие видео которые я снимаю уже четвертый год вы увидите что видео про кризис у меня есть наверное это каждое третье или каждое четвертое видео что я имею ввиду под этим что за свои 15 16 почти уже лет в грузоперевозках могу сказать что каждый год вы будете сталкиваться с кризисом даже если этот год будет такое что очень много грузов вам за них хорошо платят он все равно в какой-то степени будет для вас кризисным потому что под кризисом мы имеем ввиду не только когда нам мало платят за грузы а когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями и поверьте сфера грузоперевозок это одна из тех сфер где трудностей хоть отбавляй например если вы только начинаете свой бизнес одной из главной трудностью это получить страховку и не просто получить ее а чтобы она не была не стоила сумасшедших денег например там от 15 до 30 тысяч долларов другой момент это как найти первого водителя на свой трах потому что у вас еще нет репутации и то есть вы постоянно сталкиваетесь кризисными моментами и для того чтобы вас не пугало слово кризис просто воспринимайте это слово как ваше повседневное какое-то рабочее состояние вы если планируете развиваться в этом бизнесе кризис у вас будет всегда и он должен быть потому что если у вас все всегда будет хорошо вы не будете развиваться потому что вы будете как в таком вакууме находиться и развития в нем точно нет поэтому кризис это нормально в этом году он немножко сильнее с той стороны что загрузы платят мало и все остальные факторы про которые мы сейчас поговорим по поводу планирования как же компания должна вести себя в момент кризиса или в год кризиса или на данный момент мы кстати приближаемся уже к отметке два года буквально через месяц уже будет март месяц и с марта месяца двадцать второго года все у нас просто посыпалась те кто занимается именно имеет свою компанию или работает owner оператором прекрасно понимают о чем я говорю только начать я хочу с другого мы не будем сейчас планировать что мы будем делать в будущем если этот кризис продолжится мы сейчас находимся кстати в идеальном таком моменте времени года это январь это тот месяц когда обычно люди уже имеют план какой-то на следующий год и что я обычно советую делать таких ситуациях это нужно оглянуться на последние 12 месяцев ваше такое недалекое прошлое как вы делали свой бизнес какие были моменты и мы не будем заходить там на 5 лет 10 лет или даже два года потому что это эти моменты были давно вы должны посмотреть на последние 12 месяцев с января прошлого года до декабря и что вы можете там увидеть это вы просто помните эти моменты какие ситуации у вас были с какими сложностями вы сталкивались а все мы знаем что если мы сейчас берем двадцать третий год двадцать третий год наверное считается худшим в истории грузоперевозок почему худшим потому что наверняка и в новостях и у меня на канале и абсолютно на всех каналах которые связаны с темой грузоперевозок вы наверняка слышали это закрытие mc com mc номеров до авторите это или по простому это траковые компании закрываются загрузы платят меньше чем себестоимость вообще для того чтобы управлять транспортной компании этих денег просто не хватает цены на топливо выросли в полтора раза цены на страховки выросли и все вот эти моменты а учитывая то что брокера перестают платить очень много появилась схема до или мошенничество в нашей сфере и вот в двадцать третьем году она так сложилось что она все наложилось одно на другое и поэтому лично я считаю что двадцать третий год за последние 16 лет был худшим в истории грузоперевозок и так для того чтобы начать этот анализ в первую очередь вы должны задать себе вопрос был ли вообще у вас какой-то план на двадцать третий год вот вернулись вы в январь 2023 года или там может быть декабрь 22 был ли у вас план что вы хотели сделать за весь двадцать третий год возможно вы хотели увеличить размер компаний возможно вы хотели улучшить safety score компании возможно вы хотели какие-то личные сделать достижения в личной жизни получилось ли это у вас и если не получилось вы все это если у вас этот план написан то просто сами для себя у вас нет никакого проверяющего это не я не ваш начальник не ваши родители только вы что вы хотели сделать прописать если она не была прописана что у вас получилось что не получилось и если не получилось какие факторы этому послужили это просто ваша лень вы забыли это сделать какие-то другие причины это все должно быть прописано только для вас тогда вы сможете сделать для себя картинку того что за прошлый год у вас пошло не так также вы должны отметить себе что у вас получилось например опять же возвращаемся ко всем тем же вопросам если вы захотели улучшить увеличить размер своей компании скажем с 5 траков до 10 траков если у вас это получилось то подумайте почему что вы сделали правильно и почему у вас получилось достичь этого результата делаете себе заметочки и это поможет вам для того чтобы спланировать уже более четко следующий год и когда вы это все будете анализировать вы просто поймете возможно вы где-то себя недооценили возможно переоценили если все цели которые вы поставили в начале года у вас получились то скажу вам так что вы себя они где-то недооцениваете и поставили себе слишком низкие цели которым вы очень быстро пришли они просто не были достаточно большими поэтому начиная уже с сегодняшнего дня когда вы смотрите это видео знаете что если вы будете что-то планировать то скорее всего вы поставите себе не такую большую цель поэтому просто можно сказать даже удваиваете и тогда даже если к ней вы не дойдете то вы явно перевыполнить а то что вы изначально бы поставили просто потому что вы проанализировав прошлый год поняли что все цели которые вы поставили вы их достигли значит они были недостаточно большими дальше я хочу чтобы сейчас если у вас есть если вы это смотрите на телевизор или на планшете чтобы у вас была возможность воспользоваться своим телефоном или возможно телефоном вашей супруги или к драйвера или может быть эта девушка ваша или парень я не знаю у кого там что происходит и отсканируйте этот qr-код я составил для вас такую табличку она конечно выглядит попроще немножко в том формате когда вы увидите его на своем телефоне но для себя я выбрал вот такие основные восемь критериев по которым я оценивал бы себя за двадцать третий год и нужно поставить себе оценку там был бы когда сейчас отсканируете там у вас автоматические настройки стоит четыре категории поменяйте их просто на 8 и у вас тогда откроется все восемь категорий и все вот эти восемь пунктов которые я указал я также их сейчас выведу на экран это к 100 что касается вашей компании именно транспортной компании поставьте себе оценку от 1 до 10 как вы провели свой 23 год по этим критериям по шкале от 1 до 10 например мы берем финансовое состояние или fans management мы всегда будем здесь переплетать слова наши с английским языком потому что некоторые если честно очень даже тяжело перевести чтобы перевод звучал правильно а что я имею ввиду под финансовым положением или состоянием или fans management это элементарно деньги на вашем счету были ли у вас за последние 12 месяцев такие моменты что вы просто думаете что все завтра деньги закончатся если не случится что-то или через неделю если не улучшится рынок не просто не будет денег платить водителям зарплаты в общем все вот эти моменты когда вы сталкивались с тем что вы начинаете уже переживать за состояние вашего банковского счета вашей кредитной истории абсолютно всех моментов которые связаны с финансами и скажем если вы ставите себе оценку например 5 что где-то посерединке то вы уже знаете в двадцать четвертом году что вам нужно уделить внимание именно этому моменту что вам хотя бы нужно на 2 возможно даже 3 поинта а кто там кому-то будет легко и на 4 или 5 поинтов до 10 улучшить ситуацию именно этого момента точно также safety score вашей компании вы абсолютно знаете что происходит на сейфере с вашей компанией а если у вас там восклицательные знаки ожидается аудит что у вас там с лукбуками со спидингом с maintenance если вы знаете что там у вас если вы поставили себе оценку ниже например восьми или семи то значит у вас там есть проблемы ставьте себе оценку и потом просто проанализируйте что было сделано не так что можно улучшить и как вы это планируете сделать в следующем году на примере интерес рейта на финансирование траков и трейлеров понятно кажется от вас тут может ничего не зависеть вы можете сказать состояние экономики не только в стране но и в мире ухудшилось поэтому вот сегодня мне дают вот такой вот процент например скажем 10 процентов это уже очень высокий процент на сегодня нормальный процент на сегодняшний день на уже вот на конец января 2024 года это где-то от 6 до 6 с половиной это еще более менее нормальный меньше скорее всего таких уже нет просто потому что основная федеральная ставка она уже просто не позволяет сделать этот процент меньше не для нас не для вас не не для кого какой вы какой бы не были вы бы там супер бизнесмен поэтому почему вам дают высокий процент посчитайте сколько у вас траков и трейлеров под такой процент и например если бы процент был скажем на два процента меньше то сколько за вот эти два три четыре года насколько вы профинансировали вы бы могли сэкономить денег поговорите с друзьями которые тоже финансируют и если вы считаете что ваш процент высокий и мог бы быть меньше для этого нужно что-то сделать для этого нужно либо улучшить работу внутри своей компании в finance department либо просто обратиться к компании которая это аутсорс компания которая находится в вашем городе или работают ремонт ли но они помогают вам сделать ваши financial statement так что когда вы приходите в банк финансировать очередной трак или трейлер банк на эти statement и смотрит как на азбуку да как вот они видят там те цифры это как они расписаны то как это хочет видеть банк это ничего там нет нелегального эти компании просто правильно распределяют транзакции которые проходят через ваш банковский счет правильно расставляют весь equipment который у вас есть и для банков когда они видят что для вашей компании делает аудит определенная компания с определенной репутацией они даже до того как их будут проверять они уже знают что вы нормальная компания а если вы действительно еще у вас что-то более-менее получается там по заработку то по итогу они просто будут иметь вам больше кредит доверия и дадут вам меньший процент и так вы можете пройтись абсолютно по всем фактор ингрейд если вы компания до 10 траков скорее всего у вас но минимум это два с половиной процента и я вам скажу что вы можете опустить это до как минимум полтора процента опять вы экономите один процент посчитайте свой гроз и сколько денег вы теряете что для этого надо сделать связаться со своей факторинговой компанией попросить у них чтобы уменьшили процент скорее всего вам откажут тогда вы берете квоты у других факторинговых компаний потому что вы для них потенциальный клиент с десятью траками возможно больше или меньше для факторинговых компаний не имеет значения потому что они знают что каждая там вторая или третья компания со временем добавляет траки увеличивается гроз самое главное для них это для того чтобы подписать вас на контракт но любой контракт рано или поздно заканчивается возьмите два возможно даже три клоута от других факторинговых компаний скажите им с какой вы что вы хотите перейти из-за того что они к вам вот так вот относятся и не хотят через столько лет понижать вам этот interest rate и кто-то вам даст лучшие условия дальше наличие поиск водителей то же самое почему к вам не идут водитель если вы себе тройку поставили или пятерку определите причины почему к вам не идут водители неуважительное отношение низкая зарплата неудобный location компании каждый сам из вас для себя знает все вот эти причины и то же самое про офисных сотрудников про вашу команду менеджеров по всем этим оценкам сами для себя вот вам домашнее задание пропишите и подумайте что было сделано не так почему вы дали себе низкую оценку а те кто поставил себе 10 баллов хотя бы в одном моменте напишите мне на email мне будет интересно с вами пообщаться кто же вы такой что у вас все просто идеально лично я себе здесь у меня даже а девятки нет у меня на каких то есть восьмерочки стоят но сам для себя знаю что есть место для улучшения на следующем слайде похожее задание поэтому опять доставайте свои телефоны или не прячьте их если вы их еще не убрали здесь мы делаем самоанализ потому что любой бизнес успех любого бизнеса он начинается лично с вас то это база можно сказать то как вы себя ведете что происходит с вами от этого зависит непосредственно результат вашего бизнеса здесь точно такая же у нас стратегия сканируем выбираем 8 категорий вы можете добавить их хоть 20 там каждый сам себе но в этом случае например давайте возьмем а спорт и здоровье каждый из вас знает сколько он от занимался спортом за прошлый год хочет ли он выглядеть лучше как он смотрел за своим здоровьем вообще в принципе сколько вы времени сну уделяете сколько вы употребляете каких-нибудь запрещенных веществ до у каждого свои запрещенные вещества у меня это допустим сладкая за последний год вот у меня а тоже в этом моменте у меня недели девяточка даже стоит и не восьмерочка потом например ваши личные финансы то есть мы отложили в сторону компанию и бизнес как вы тратите деньги если вы получаете где-то что-то бизнес там заработал вы перевели себе что вы делаете машину идете новую покупать или часы или начинаете каждый день ходить по дорогим ресторанам или просто тратить деньги направо и налево но это неправильно и только вы об этом знаете поэтому ставим себе оценку и думаем как вы можете это улучшить в следующем году по всем остальным точно такая же система сами проанализируйте свои любые действия поставьте себе оценку от 1 до 10 и подумайте как в 2024 году или просто следующие 12 месяцев как и какими способами вы планируете эти цифры от троечки или пятерочки улучшить хотя бы на два или на три поинта переходим дальше мы проанализировали двадцать третий год посмотрели что там было сделано так что не так и теперь это нужно делать принципе постоянно кто из вас еще этого не делал мы это делаем сегодня до сегодня ваш первый урок от учителя дениса понева мин акт application переходите задавайте вопросы кризис у нас будет всегда и самое главное это то как вы ведете себя в момент любой кризисной ситуации или стрессовой ситуации знаете еще есть вот один хороший способ как проверить себя на то как вы будете реагировать в любой стрессовой или критической ситуации мне это этот способ я услышал от есть такое тоже он и блогер но на самом деле он ученый эндрю хуберман я уверен что многие из вас тоже смотрят его подкасты и он как-то делал выпуск про вот маржевание да или cold planche как это на английском называется что вот когда вы погружаете свое тело в холодную воду в ледяную воду то как ваш организм реагирует а если кто-то из вас еще этого не делал а то вы должны это попробовать а тот кто делал знает что вы когда первый раз погружать первый раз в жизни да я имею виду или после длительного перерыва вы погружаете себя в холодную воду начинается учащенное дыхание и вы просто понимаете что вот вы не можете контролировать свои действия вы быстро дышите вы начинаете задыхаться вас начинают вы пытаетесь что-то делать потому что ваш организм получает колоссальный стресс от температуры там в плюс один или плюс два и это состояние можно сравнить с тем состоянием если скажем вы попадаете в какую-то стрессовую или кризисную ситуацию и могу вам сказать что это все можно выработать со временем понятно не у всех с первого раза это получится но к любому кризису или стрессовому состоянию себя можно подготовить возможно не к любому но например если мы говорим про бизнес и про кризис в бизнесе все это можно самого себя подготовить что для этого надо сделать это запланировать свой кризис на данный момент мы сегодня с вами говорим про кризис в транспортной индустрии поэтому мы все знаем что у нас может пойти не так потому что она уже у нас идет не так практически два года и вы просто задайте себе вопросы которые какие-то я подготовил но точно также вы можете для себя какие-то добавить например готовы ли вы вот ко всем этим моментам которые а что если и под словом а что если например вы можете потерять своего самого главного или одного из главных клиентов или брокеров для кого мы возим грузы что будет готовы ли вы к тому что 15 или 20 процентов cash flow или оборота вашей компании остановится ну как минимум на месяц и вы просто не получите это вы каждый знают у кого-то это 50 тысяч у кого-то 100 у кого-то может быть миллион и вам придется где-то это перекрывать готовы к этому или не готовы то же самое что если мы уже говорили об этом если на вашем банковском счету по какой-то причине вы просто это не досмотрели у вас будет нехватка денег подойдет время платить за аренду за траки за зарплату водителям платить отдавать долги ваши возможно вы кому-то должны денег а у вас этих денег нет что случится тогда это тоже нужно все оставить себя на это место сегодня чтобы у вас был план и все это желательно на где-то на листочке бумаги или возможно у себя в телефоне или где угодно пропишите это чтобы она у вас закрепилась в памяти что вы будете делать в этой ситуации а например еще это что если в вашей компании есть ключевые сотрудники которые другие люди не могут их заменить их обязанности готовы ли вы к тому что завтра одного из этих людей просто не будет по разным причинам он может уволиться его вы можете уволить по какой-то причине он может заболеть или просто по каким-то семейным обстоятельствам не выйти на работу на длительный промежуток готовы ли вы к этому а что если он не придет кто будет выполнять его обязанности вы должны быть к этому готовы если вы сегодня зададите себе этот вопрос вы уже спланируете себе этот эту кризисную ситуацию и спланируете для себя что вы будете делать в этот момент и вы можете себе прописать и чем больше будет таких моментов тем лучше вы себя подготовите кризису и тогда это будет у вас не кризис а просто очередная трудность которая произошла у вас сегодня на работе и на самом деле кризис это просто его ассоциируйте как с трудностями с проблемами и на работу вы приходите чтобы решать трудности и проблемы поэтому каждый день вы просто выполняете свою задачу также как например у скажем у диспетчера его работа найти груз и убедиться что трак всегда будет ехать за хорошие деньги то же самое он также выполняет свою задачу он решает проблемы у вас как у хозяина нынешней компании или будущее если вы только планируете ее открыть это тоже очередная задача проблема или трудность следующий момент он для меня более интересен чем он может показаться а скажу почему совсем недавно я прочитал книгу книга написано патрик б дэвидом я кстати с ним лично знаком я проходил с ним несколько таких мастер-майндов и недавно он выпустил книгу и он давно уже об этом и мне рассказывал при встрече и в своих подкастах и на видео на нас на своем канале на ю тубе о том что у каждого человека должен быть враг в бизнесе в личной жизни и враг не имеется в виду что вот человек которого вы там ненавидите и хотите убить а враг в кавычках то есть тот человек который вызывает вас внутри какую-то такую эмоцию и эта эмоция движет вами вами движет нежелание стать успешным вами движет нежелание разбогатеть или просто какое-то краткосрочное желание обойти очередного конкурента в бизнесе или возможно это в спорте у вас есть внутри себя какой-то в об воображаемые возможно даже реальный человек который вы можете называть его врагом и он объясняет в этой книге насколько это большая сила иметь такого врага внутри себя когда я прочитал эту книгу я сразу же вспомнил а еще знаете с детства многие из вас знают что я из маленького города из не не очень богатой семьи не очень это вообще с другой стороны и помню просто очень часто какие-то такие моменты где слышал что у дениса никогда ничего не получится как и от некоторых родственников таки от школьных друзей и вот так вот она в принципе было всегда и в принципе это она была правдой потому что какое будущее может ждать любого человека из города из города с населением там 10-15 тысяч где половина города алкоголиков и практически нет никаких рабочих мест где вы можете стать успешным заработать денег или просто перри пройти как-то по карьерной лестнице у меня это очень давно еще как-то так заложилось как будто бы у меня было внутреннее желание доказать всем что это неправда денис сможет это сделать и она где-то у меня было и возможно где-то она послужила тому что и в америку я приехал и не просто сидел здесь ложа руки пытался чего-то добиться то же самое один из таких моментов я вам сейчас это привожу на своем примере чтобы каждый из вас мог примерить это или применить это на личном примере когда я приехал только в америку опять же мы работали все на таких иммигрантских работах и очень часто когда начинали разговоры о каких-то больших бизнесах во первых я сам в это не верил и то же самое знаю что некоторые люди говорили да что там что у тебя может получиться и вот эти все слова они где-то внутри они оседались такое знаете не то чтобы обидой а даже с такой злостью и вот такие моменты они заставляют меня и возможно кого-то из вас засыпать той мыслью что вы хотите быстрее проснуться для того чтобы опять продолжать что-то делать это не мотивация это не какие-то там желания чего-то достичь это очень живая и сильная эмоция которая движет людьми чтобы они добивались большего ребята у каждого из вас должен быть враг я не говорю что сейчас вы должны там повернуться на своего соседа или возможно на супруга или супругу а в этой книге также описывается что внутри команды или внутри семьи или какие-то ваши под приближенные люди это плохой пример когда вы выбираете себе врага но потом только сделает такие беспорядки в вашем в этом пространстве в котором вы находитесь поэтому это может быть это мог это могут быть ваши конкуренты прямые это могут быть не прямые конкуренты это могут быть ваши родственники которые всю жизнь говорили что скорее всего вас посадят в тюрьму когда вы вырастете потому что вы только приносите проблемы это может быть какой-то остался момент если вы спортом каким-то занимались и где кто-то говорил что как только ты закончишь карьеру спортивную дальше тебя ждет что ты будешь тренером работать и ты никогда ничего в жизни не добьешься каждый из вас должен найти для себя этот момент или этого человека и просто эта эмоция должна толкать вас доказать просто себе и всему миру что вы можете это сделать поэтому ребята давайте ищем себе все врага вы кстати кстати кому-то эта книжечка интересно прочитать и оставлю ссылочку на нее в описании следующим моментом планирования следующих 12 месяцев также является развитие ваших личных навыков каждый из вас я включительно знаю все про себя каждый из вас знает все лично про а свои какие-то слабые места и каким бы вы не были умным с образованием с опытом в любом случае вам где-то чего-то не достает я так предполагаю что на этом канале нет людей у которых там нобелевская премия которые учатся у дениса как построить успешный бизнес в америке поэтому вы просто для себя должны определить свои слабые места опять же выбрать какие-то 5 10 20 100 пунктов какие вы хотите улучшить например если вы работаете в какой-то компании которые занимаются продажами если вы не умеете продавать вам для этого нужно что-то сделать конечно же вас могут научить в этой компании но вы параллельно можете пройти какие-то курсы это не должен быть какой-то университет это просто недельные двухнедельные курсы возможно книги какие-то можно прочитать запланируйте себе на год например выберите себе лучшие пять книг по продажам на русском языке на украинском на английском неважно на том на каком вам будет проще и эти шесть книг прям в календаре к себе запишите на 12 месяцев что например опять давайте шесть книг возьмем да на год выбираем 6 книг и на январе-февраль вы должны вот у вас цель прочитать одну из этих книг чтобы концу года у вас было прочитано 6 книг по продажам точно так же это в принципе вот с календарем ребята это работает очень сильно кто-то из вас может например посмеяться но все равно я думаю на этом канале люди которые уже планируют а улучшить свой бизнес прекрасно понимают что календарь это очень сильный инструмент но только в этом случае вы не вписываете себя календарь на следующую неделю или на месяц просто возьмите год 12 месяцев это может быть в планшете в телефоне или на столе какой-нибудь большой бумажный календарь и так и сделайте вот например да берем простой пример 6 книг по продажам и вписали что вот такую-то книгу вы уже сделали research и вписали что вот и в этих месяцах вы должны прочитать эту книгу опять же вы ставите себе цель параллельно с этим чтобы улучшить и закрепить эти навыки посмотрите какие курсы есть существуют возможно вам кто-то может что-то посоветовать конференции и возможно вы хотите можете посетить конференцию которая будет проходить в вашем городе посмотрите уже сейчас когда она будет проходить пишите в календарь все вот эти моменты если вы выполните это не так много работы то поверьте через год через вот эти 12 календарных месяцев куда вы это вписали вы по продажам сто процентов станете лучше чем вы были сегодня просто так это не случится возможно вам надо улучшить свои навыки по переговорам или на английском это negotiation если вы диспетчер вы должны владеть этими навыками это наверное номер один чем должен владеть диспетчер потому что вы постоянно торгуете с брокерами за лучшую цену на груз от этого скорее всего если вы на проценте зависит ваша зарплата вас в компании где вы работаете могут этому и не научить вас научат до определенного какого-то момента что надо сделать перед вами календарь выбрали давайте возьмем такую же стратегию 5-6 книг каких-то по переговорам на вашем языке на английском опять же да возможно тоже есть какие-то курсы поищите в интернете возможно вы просто не знаете вас там какие-нибудь люди умные профессора какие-то университеты иногда проводят такие курсы это не так много времени занимает это может быть трех четырех пятидневный онлайн курс может быть куда-то можно походить где оффлайн но вы просто для себя это пропишите поверьте если вы впишите в свой календарь все эти моменты не в голове оставите а в календаре вы это будете видеть каждый день и каждый день будет вам напоминать о том что вам надо сделать а если вы человек который строит бизнес и планирует чтобы вы свой бизнес увеличили вам в первую очередь есть такое слово аккаунта белый это когда вы сейчас мы его здесь переведем я так быстро не смог видите его в уме перевести то есть вы в первую очередь должны доверять своему слову если вы сами себе не можете сдержать слова то как вы можете строить бизнес вам придется работать с людьми если вы не держите слово перед собой то вы не будете держать его перед своими сотрудниками коллегами партнерами инвесторами кем угодно со временем люди это увидят и вы просто не будете вызывать у них никакого доверия или уважения опять же возвращаемся к двадцать третьему году где если у вас уже такое было поставили себе оценку это нужно улучшить если вы доверяете сами себе и своему слову что вы выполните это вы будете видеть а у нас февраль подходит концу я там еще только в начале книги значит нужно что-то сделать для того чтобы у вас получилось выполнить этот план дальше у вас через три месяца какая-то конференция или курсы она у вас уже записано в календаре поэтому когда ваш очередной друг пригласит вас на день рождения куда-то на лыжи или в лас-вегас или куда-то выехать за город вы просто не можете это сделать потому что у вас эта дата уже забита для саморазвития и поверьте мне не какие моменты вот в плане личного времяпровождения когда вы ходите куда-то или ездите гулять она вас она вам ничего лично не даст поэтому я настоятельно рекомендую все вот эти моменты где вы можете сэкономить время не пойти на какие-нибудь там вечеринки или прогулки или встречи с друзьями которые очень часто случаются и инвестировать это время в себя по конфликтам по ответственности по лидерству финансам маркетингу личный бренд управлению компании вот опять вы для себя просто выберите все свое в чем вы считаете вы слабы и в чем конкретно вы хотите себя улучшить возможно за один год конечно это не получится сделать вы не можете прочитать 150 книг но если вы сделаете хотя бы что-то то в этом направлении через год вы станете намного лучше как минимум в два раза поэтому уделив время самому себе проанализировав все эти моменты простой ручкой где-нибудь на бумаге возможно кому-то понадобится час кому-то 5 часов но поверьте это очень увлекательный процесс потому что вы сами в себе начнете находить какие-то интересные моменты и возможно будете удивлены тому что оказывается вот проанализировав что вы сделали в прошлом году хорошо вы даже не ожидали и забыли о том что вы это когда-то не умели делать то есть вы выполнили план и сделав все это это планирование вы можете посмотреть на свой предыдущий год в данном случае это был двадцать третий год и вы уже знаете в чем было ваше преимущество в чем была ваша слабость какими были ваши возможности и в чем были неудачи в чем проявлялась опасность и теперь в начале двадцать четвертого года вы уже более готовы к тому какие трудности вас ждут в этом году в следующие 12 месяцев и точно также вы должны определить такие моменты например что ждет ваш бизнес в этом году неважно это большой бизнес или маленький в любом случае у вас будут проблемы какие опасности какие возможности ждут ваш бизнес что вы для этого должны сделать каким образом вы должны подготовить себя возможно вот я вам просто приведу пример например на на себе на нашей компании в этом году я думаю что наличие траков и трейлеров очень резко увеличится уже где-то начиная со второго квотера со второго квартала на сегодняшний день дилеры которые продают раки они еще ведут себя так как будто бы ничего не изменилось и когда звонят вам да вот вам лично например если у вас своя компания я думаю вы согласитесь со мной уже все чаще и чаще эти звонки поступают и как будто бы вы такой особенный что звонят именно вам и говорят знаешь что там вот появилась откуда-то вот непонятно откуда 2 3 5 10 20 траков и мой менеджер сказал чтобы он позвонил именно тебе потому что ты вот чем-то отличился и они хотят именно для тебя сделать вот эту подарок вот это да продать вот эти все этом 20 траков я уже с этим столкнулся начиная с декабря и вот весь январь если бы я если бы я на все это соглашался я думаю что уже где-то около 100 траков за один месяц мы могли бы приобрести это говорит о чем что я так думаю да я не говорю что так будет я предполагаю я готовлюсь к тому что такое может быть я предполагаю что где-то второй начало второго квотера когда мы пройдем вот этот тяжелый февраль март как я уже раньше говорил еще несколько компаний закроются деньги закончатся денег покупать раки не будет люди будут еще больше отменять свои заказы и тогда парковки дилеров латы дилеров будут заполняться отмененными траками возможно это не будет происходить в вашем городе потому что например в чикаго тут столько компаний что они найдут кому продать эти траки но возьмите другие штаты висконсин миннесота айова все остальные которые близлежащие там американские компании которые если они сталкиваются с трудностями они просто эти траки будут отменять потому что у них у них нет денег у них просто нет другого выхода эти дилеры на своей территории не смогут найти кому перепродать эти траки поэтому они будут звонить в большие города где они знают что у тех дилеров есть клиенты и будут делать трансфер от дилера к дилеру и про и те будут уже продавать своим клиентам поэтому этих траков станет больше а что случится когда траков станет больше на них начнут снижать цену и вот именно к этому моменту возможно если такое случится мы будем готовы для этого нужно просто всегда держать руку на пульсе нужно иметь инфраструктуру внутри компании для того чтобы мы например могли за раз купить 20-30 траков по низкой цене заниженной цене дешевле рыночной цены просто потому что дилеру их нужно куда-то спихнуть возможно это будут слегка бушные траки но мы хотим быть готовы к тому что будет вот такая ситуация где мы сможем за хорошие деньги купить 5 10 20 50 траков неважно главное чтобы это была выгодная сделка и точно также вы должны планировать например если вы планируете даже вот вы уже знаете что к вам приходит 10 20 50 траков вы должны быть готовы к тому что в офисе эти все дополнительные траки они смогут их обслуживать что вас достаточное количество диспетчеров у вас есть хороший профессиональный менеджерский состав и просто к этому готовиться и ожидать тех перемен которые случатся у вас компании другими словами то же самое это можно называть по другому планировать кризис и значение у этого одинаково в любом случае каждый из вас прошлый год следующий год последующие года это 25 26 каждый из нас тот кто пытается построить какой-то бизнес мы все стараемся расти и без команды это невозможно я могу сказать что опять в моем примере без нашей команды без моего партнера без моей супруги без близких людей которые меня окружают и поддерживают у меня бы этого всего просто не получилось одному человеку это сделать невозможно каждый человек то берет на себя восхваляет себя что вот я все это сделал сам поверьте даже если он один владелец этой компании он сам бы это не сделал просто потому что это все сотни тысячи каких-то процессов которые один человек просто не в состоянии обработать поэтому у каждого такого бизнесмена есть менеджеры есть люди в компании которые занимают определенные должности и выполняют свои обязанности и те кто выполняет эти обязанности хорошо они помогают этому человеку построить его бизнес поэтому нужно одно из главных таких моментов построение любой компании и масштабирование бизнеса это роль команды вы проанализировали уже прошлый год такая у вас была ситуация с вашей командой а теперь смотря в 24 год просто подумайте так если мы добавляем траки готова ли моя компания или наша компания к таким переменам вам нужен скорее всего возможно какой-то человек на новую менеджерскую позицию и что вам делать брать его со стороны или возможно у вас компании уже есть такой человек которого нужно просто переквалифицировать на более значимую важную должность что вам для этого надо сделать возможно в компании есть люди которые отличились в прошлом году и вы хотите что-то сделать для них такого чтобы они поняли что вы заметили их ценность и важность в компании возможно вы хотите добавить какие-то новые позиции которые позволят лично вам экономить ваше время которое не дешево стоит ваши деньги в то же время но для этого всего вам нужно думать о команде о структуре компании о ваших планах и как эти планы повлияют на структуру компании которую скорее всего придется менять или расширять самое главное правило составления бизнес-плана это его нужно составить неважно как неважно длинный он короткий профессиональный или написано ручкой вечером где-нибудь за бокалом вина он просто должен быть составлен я могу вам так сказать что большую часть своей бизнес деятельности я эти бизнес-планы не составлял и для кого-то бизнес-план может звучать по-разному как он звучал когда-то для меня бизнес-план это в основном тогда когда мы хотим начать новый бизнес и вы делаете бизнес-план нет бизнес-план лучше всего составлять каждый год потому что ваш бизнес меняется он или растет или наоборот уменьшается и бизнес-план на следующий год всегда нужно иметь для того чтобы просто не уйти из бизнеса и это все зависит только от вас и как я уже сказал немного ранее вы сами знаете можете ли вы сами полагаться на свое слово и на свои действия поэтому если вы сами для себя и для своей компании не составите этот бизнес-план для вас его не сделает никто только вы знаете все эти подводные камни моменты каждого человека в компании как он отреагирует на разные моменты или изменения в компании что случится в этом или ином случае это знаете только вы вот такую небольшую лекцию вам прочитал по составлению своего бизнес-плана я надеюсь что кому-то из вас она поможет если кто-то это сделает буду рад если вы поделитесь со мной кто поделится своим бизнес-планом со мной через email который будет в описании выборочно бесплатно абсолютно помогу вам пройтись по нему и возможно если вам нужен совет я вам его дам базируясь на своем уже многолетнем опыте если у вас остались еще какие-то вопросы вы всегда можете задать их в комментариях постараюсь ответить на чем больше тем лучше как получится напоминаю что если у вас более какие-то конструктивные вопросы и вы цените свое время и мое время вы можете перейти по ссылочке и задать мне вопросы через application минект на сегодня все спасибо всем за просмотр не забывайте ставить лайк под этим видео комментировать и делиться этим видео со своими бизнес друзьями и бизнес родственниками а на сегодня все увидимся в следующих выпусках пока пока